Боже, помоги нам! Мощные торнадо один за другим свирепствовали на территориях разных стран с 19 по 23 апреля 2023 года. Далее расскажем лишь о некоторых из них. За 40 минут смертоносный торнадо в центральной части Мьянмы успел унести с жизни 8 человек, разрушить более 230 домов и два буддийских монастыря. Стихия разбушевалась вечером 21 апреля в двух селах недалеко от столицы страны. Также более 120 человек были ранены. Почти все дома в селах довольно сильно повреждены. Под завалами могут оставаться люди. Кроме того, были оборваны линии электропередач. Вырваны с корнем деревья, многие дороги оказались заблокированы. Стоит заметить, что торнадо в Мьянме случается довольно редко. Сообщения о нетипичных метеорологических явлениях, несвойственных региону, продолжают поступать с Аравийского полуострова. Так два дня подряд жители султаната Аман были свидетелями формирования мощных торнадо, сопровождаемых огромными грозовыми облаками. 22 и 23 апреля торнадо прошли по южной части провинции Аль-Шаркия, оставив после себя разрушенные постройки и поваленные столбы. Турцию также продолжают потрясать природные катастрофы. 20 апреля в районе Пазарджик, провинция Кахраман-Мараш, на палаточный городок, в котором живут люди, оставшиеся без крыши над головой, после роковых февральских землетрясений обрушился разрушительный торнадо. Стихия забрала жизни людей, десятки ранены, вихрь срывал многочисленные палатки, поднимая их в воздух и унося прочь, всего повреждено около 170 палаток. С некоторых многоквартирных домов в районе были снесены крыши. Люди находились в состоянии сильнейшей паники. О, нет! Наш дом уходит, Ахмед, дом уходит, дом уходит. О, Боже, О, Боже, Аллах. О, Боже, помоги мне. Боже, помоги нам. Помоги нам, Боже. Боже, помоги нам. Боже, помоги нам. Боже, помоги нам. Боже, помоги нам. Наша крыша, крыша упала. Помоги нам, Боже. По меньшей мере, два человека погибли в результате сильного торнадо в центральной части штата Оклахома, США, 19 апреля. Наиболее пострадавшими оказались населенные пункты Шони и Коул. Некоторые дома и другие строения повреждены или разрушены. Особенно сильно не повезло фермерским хозяйствам, многие из них просто уничтожены. Вихрь был частью более крупной вспышки суровой погоды, которая вызвала не менее 15 торнадо в Оклахоме, Айове и Канзасе. В заключение хотелось бы сообщить об очень важном историческом событии, которое произошло 22 апреля 2023 года. В этот день состоялся международный онлайн-форум «Глобальный кризис. Выход есть», на котором исследователи и ученые привели научные факты причины гибели Марса и обосновали, почему в ближайшие 13 лет по той же причине может погибнуть Земля. Была озвучена математическая модель климатических катастроф на ближайшие годы, и что сделать, чтобы избежать негативного сценария? У нас осталось всего несколько лет, чтобы успеть спасти нашу планету и наши жизни. Поспеши, смотри форум, изучай озвученные факты и присоединяйся к распространению информации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok